Всем привет, ребята! С вами я, Стив Прой, и сегодня я покажу вам две новые секретные функции в новом Майнкрафте 1.13.0.13. И возможно, ребята, вы даже не знали о существовании этих секретных функций в новом Майнкрафте, поскольку они, ребята, есть и работают только вот на этой версии 1.13.0.13. И чтобы их активировать, ребята, вам потребуется скачать специальный текстур пак по ссылочке в описании. Ну и после того, как вы его скачали и установили в свой Майнкрафт, мы с вами нажимаем настройки, и после чего переходим во вкладку глобальные ресурсы. И тут, ребята, нам понадобится нажать на кнопку мои наборы. И именно тут, ребята, мы с вами видим новый текстур пак под названием Fly.ai.peta 2. Вообще, ребята, по идее этот текстур пак добавляет новый интерфейс, но при помощи именно этого текстур пака мы с вами сегодня сможем активировать две новые секретные функции в новом Майнкрафте. Ну что ж, ребята, нажимаем на текстур пак Fly.ai.peta 2, нажимаем тут кнопку активировать, и после чего просто выходим в главное меню. И опа-опа, ребята, мы с вами успеем, что установили этот текстур пак. После чего мы с вами обратно заходим в настройки, и теперь, ребята, листаем самый-самый низ. И тут мы с вами видим новую кнопочку, а именно отладка. И именно этой кнопочки нету в обычном Майнкрафте, в обычном интерфейсе. Но при помощи этого текстур пака мы с вами сможем разблокировать эту кнопку. Нажимаем, и у нас, ребята, открываются секретные настройки, которые почему-то не работали на предыдущих версиях Майнкрафта. Но, ребята, именно на этой версии здесь всё работает. Давайте, ребята, начнём с самого начала. Включить индикацию отладки. Если, ребята, мы с вами нажмём базовый, то сверху у нас пропадают все надписи. Но об этом, ребята, возможно, вы уже знали, эта функция работала ещё на более поздних версиях Майнкрафта. Поэтому это не такая уж и секретная функция. Но если мы с вами, ребята, нажмём выкол, то эти надписи у нас сразу появляются. И мне тоже очень интересно, а почему этой функции нету в обычном Майнкрафте. Было бы же довольно прикольно. Вот лично меня, ребята, эти надписи очень сильно бесит. Ладно, идём дальше. Здесь, ребята, эти кнопочки. Я не знаю, за что они отвечают, поэтому я их даже и не трогаю. И идём, ребята, к первой секретной функции. Это, ребята, у нас вертикальная синхронизация. И, как вы знаете, изначально, ребята, в Майнкрафте всегда стоит ограничение, а точнее лог на 60 FPS. И сейчас, ребята, у меня как раз-то в Майнкрафте, как вы можете видеть сверху, 60 FPS. Но если быть точным, то 60 и 1 FPS. Не знаю, что там забыл ещё 1 FPS. Но, ребята, вот такой FPS сейчас у меня в Майнкрафте. Но если мы с вами нажмём на вертикальную синхронизацию и нажмём на кнопочку без вертикальной синхронизации, то у меня, ребята, сразу станет 700 FPS. Понимаете, ребята, просто нажимая функцию без вертикальной синхронизации, у меня с 60 сразу становится 700 FPS, ребята. Это очень много, и это как раз-то первая секретная функция. Также, ребята, при помощи ползунка снизу, а именно максимальная частота кадров, мы с вами, ребята, можем поставить небольшие ограничения. То есть, можем поставить себе 10 FPS, всё будет очень дико лагать. Можем поставить 110, а можем это поставить без ограничений. То есть, у нас будет, ребята, просто очень много FPS. А теперь, ребята, тут всё будет зависеть от вашего устройства. Это, ребята, у нас была первая секретная функция Теперь давайте посмотрим на вторую секретную функцию И она, ребята, сразу находится после первой секретной функции И это, ребята, у нас параметры журнала содержимого Возможно, что эти функции будут полезны для разработчиков Различных модов, аддонов и, возможно, даже текстурой паков И, ребята, если мы с вами нажимаем на две эти кнопочки У нас появляется специальное окно, так сказать, разработчиков И появляется, ребята, кнопочка журнал содержимого Тут, ребята, мы с вами можем посмотреть на различные ошибки И чтобы они тут появились, мы с вами должны зайти хотя бы в любой мир Давайте мы с вами сейчас это сделаем, играть И давайте зайдем, допустим, в этот мир Вот у нас идет загрузочка И по идее сейчас у нас вот, вот, ребята, как видите Сверху у нас появилось новое окно, которое у нас раньше этого не было И там написано UiWarning, то есть какое-то предупреждение Если мы с вами, ребята, обратно выйдем в главное меню У нас опять появится это окошечко И если мы с вами сейчас нажмем настройки После чего перейдем в откладку Нажмем журнал содержимого У нас, ребята, тут как раз-то появятся все эти ошибочки То есть, как видите, этот мод работает Точнее, вот эта функция И тут, ребята, все реально показывается То есть все это, по идее, уже есть вот в этой версии Но чтобы, ребята, разблокировать эти функции Вам потребуется скачать вот этот текстур пак Который сегодня у нас используется в этом видео Возможно, что в следующей бета-версии Может быть, версия 1.14 Эта кнопочка появится и без этого текстур пака Но сейчас, ребята, чтобы разблокировать все это Нужно скачать специальный текстур пак Если вы, ребята, думаете, что без текстур пака Это все не работает То вы ошибаетесь Давайте мы с вами зайдем вот сюда Отключим этот текстур пак Выйдем обратно вот сюда И, ребята, как видите, фпс у меня остался таким же То есть я активировал его И если, ребята, сейчас я иду в любой мир У меня останется окно разработчика Смотрите, ребята, сейчас все будет Подождите Подождите Ну, понятно, ребята, сейчас не появляется Потому что у меня нету никаких модов Но если я сейчас установлю какой-нибудь мод То у меня, ребята, сразу появится окно разработчика То есть все, ребята, работает И вы можете спокойно потом Отключать этот текстур пак Ну, ребята, вот такие две секретные функции У нас были сегодня в этом видео Если, ребята, это видео вам понравилось То обязательно поставьте лайк Ну, а также не забудьте Написать свой топовый комментарий Чтобы попасть уже в следующее видео Моего канала Ну, а на этом все Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok